всем привет всем доброе утро добро пожаловать на мой канал очень рада вас здесь видеть я как вы наверное уже поняли из названия решила сделать этот влог про бьюти рассказать вам про свои ежедневные бьюти ритуалы про свою утреннюю вечернюю бьюти рутину показать также свои любимые уходовые процедуры я думаю что я как раз и записаться на массаж на лазерный маникюр чтобы все это уместить в одном видео вот поэтому думаю что это будет интересно и возможно многим полезно и первый мой бьюти ритуал это стакан теплой воды каждое утро раньше вообще не пила воду в один момент я просто себя к этому приучила и теперь в принципе мой организм не может проснуться без этого я только проснулась поэтому не обращайте внимание на мой внешний вид чин-чин ну и начну я наверное с волос потому что я специально вчера нанесла масло на волосы это теперь моя еженедельная процедура вот это масло веледа я показывала его перед новым годом я его покупала в золотом яблоке когда она с розмарином потому что вообще в интернете было какой-то бум насчет розмариновой воды розмаринового масла и что вообще это просто меняет жизнь волос к лучшему и я вот повелась на маркетинговый ход и не зря я не знаю точно как правильно надо его наносить вроде как его наносить на корни но я наношу его не только на корни но и по всей длине волос поэтому принципе они выглядят с такими жирными и я сплю получается с ним на волосах завязываю их так в косичку ничего не пачкается потому что многие спрашивали об этом и мне очень нравится результат волосы стали меньше заламываться ну то есть например могу взять пучок походить на два часа потом распустить и волосы будет в принципе почти прямые они меньше электролизуются и вообще выглядят намного лучше более гладкие сверкающие вот классная штука обязательно попробуйте я оставлю на него ссылку в комментариях и хочу сказать него просто малюсенький расход если тут видно я использовала его уже ну раз пять точно и у меня в принципе много волос поэтому классная вещь также раз неделю я делаю пилинг для кожи головы как раз сейчас я этим и займусь пойдемте покажу так мы с вами переместились в ванную сейчас я вам расскажу про пилинг головы который я использую это пилинг точнее это сыворотка отшелушивающая для кожи головы от бренда арт инфакт выбрала его по отзывам потому что в принципе раньше этого не пользовалась никакими пилингами не вообще чем-либо для кожи головы хотя это очень важно потому что она помогает отшелушивать ороговевшие частицы в принципе очищать кожу головы от сухих шампуней лаков и всего подобного пользуюсь я им раз в неделю иногда раз в две недели если забываю если часто пользуетесь сухим шампунем то это прямо маст хэп для вас наношу его где-то на 15 минут у него очень удобный вот этот дозатор его можно так легко нанести прямо по проборам потом и получается его так распределяю по всей голове немного втираю в этом пилинге составе еще салициловая кислота все это вместе работает прекрасно так я помогу недавно купила себе такой тюрбан наверное называется из микрофибры потому что я вообще ударилась в уход за волосами и везде было написано что вот полотенце которыми обычно завязываем волосы это очень травматично потому что верх они тяжелые растягивают волос а мокрый волос растягивается рвется 50 раз легче чем сухой и микрофибра намного лучше для волос в плане она их как-то не так агрессивно высушивает ну и вообще это супер удобная вещь я вообще кайфую всем ее советую заказывала то ли на зоне на вайлбересе стоит на 200 или 300 рублей я прикреплю ссылку где будут все ссылки на товары очень классная штука очень удобно ничего тебе не спадает не тянет класс не знаю почему не сделала этого раньше сейчас будет немного про мою бьюти рутину касаемо лица утром она довольно простая это тонер остатки моего самого любимого тонера пока не нашла ему замену продается он в подружке я надеюсь что он там еще продается его плюс том что он такой довольно густой и наносится он вот так и он правда очень быстро увлажняет кожу но не оставляет никакого этого липкого ощущения просто как вот термальная вода очень приятный и с недавних пор я снова ввела в свою бьюти утреннюю рутину массаж гуаша на какое-то время его забросила сейчас решила что надо вернуть у меня такой самый обычный скребок гуаша он из кварца заказывала его фоам-стор давно еще и делаю я его по маслу у меня до этого было the ordinary она закончилась я заказался q&a это superfood facial oil нормальное масло я в любом случае смываю любые масла с лица потому что у меня от них сразу засыпание не закупориваются поры крайне неприятные ощущения кто не знает массаж гуаша это прекрасный способ снять отеки с лица утром и вообще у меня вот лично от него появились скулы я так решила считать косметологи конечно говорят мне что это просто потому что стал старше и лицо приобретает другие черты уходят щеки появляются скулы но я люблю думать что это все-таки массаж гуаша не просто так я его делаю что мне не нравится в этом масле она очень жидкая и обязательно любой массаж лица начинается с проработки шейной зоны именно вот здесь вот находится лимфоузлы через них выходит застой воды и лимфы которые собственно и делают нам отеки занимает это правда 5 минут в день поэтому не вижу смысла откладывать это то есть сначала вы разогреваете вот эту зону вот здесь по шее никогда не надо водить только вот от мочки уха до плечевой зоны каждое движение я делаю по 8-10 раз ну на каждую сторону еще давить нужно достаточно сильно то есть видите появляется краснота значит туда приливает кровь на что все делаете правильно но на шее очень сильно давить не надо ну то есть не до синяков так вот умеренно но не прям легкие поглаживания ну вот собственно все можно конечно делать это подольше смотря сколько у вас времени у меня сегодня очень много но мне очень нравится процедура она правда снимает отеки поэтому если вы встаете вот таким вот лицом или пейте меньше воды на ночь или введите в свою рутину массаж горша сейчас я быстренько смою масло с лица и вернусь ну и тоже ежедневная вещь моем уходе это патчи или тканевые маски это я никогда не пропускаю я просто их люблю не дают мне ощущение свежести тоже снимают отеки у меня всю жизнь были мешки под глазами и синяки которые в принципе до сих пор остались и это в общем это довольно базовая вещь в моем уходе недавно нашла вот эти тканевые патчи и знаете мне очень понравились вот так вот они выглядят их очень удобно брать с собой потому что они не занимают много места из них ничего не вытекает стоит 219 рублей тут получается 15 пар продаются в подушке попробуйте тут заявлено что тут кофеин и нет цинамид и гиалуроновая кислота и пептиды и коллаген и вообще что только можно но мне они нравятся тем что они никуда не сползают и правда в принципе снимают отечность под глазами и мне нравится их форма потому что обычно гидрогелевых патчей форма не вот такая которая захватывает получается весь участок отечности под глазом а или такой маленький конец сюда здесь много или наоборот в общем по мне так немного странный выбор формы патчей не видела никогда никого кому она подходит поэтому вот этот вариант пока что мне нравится больше так но я где-то 30 минут проходила с этим тюрбаном на голове волосы подсохли уже сейчас я для волос на постоянной основе использую молочко давенис это наверное уже пятая банка у меня очень его люблю она прекрасно справляется со всеми своими задачами она разглаживает волосы и у него еще есть небольшая термозащита если я заливаю волосы я конечно ношу еще дополнительную но если просто сушить то подходит и это вот и сразу они очень легко расчесываются не путаются у меня конечно есть миллион всяких разных баночек для волос но я пользуюсь ими далеко не каждый раз когда мою голову кстати я хотела снять видео свою косметичку про все свои баночки разделить наверно два про волосы и про лицо напишите в комментариях если вам было бы интересно потому что у меня большая коллекция и там почти все средства хорошие рабочие сейчас я подсушу волосы может быть их немного подкручу если я подкручиваю волосы даже если это стайлер я использую такую термозащиту это индола setting thermal protector у нее есть еще фиксация на два из четырех неплохая только лучше пшикать где-нибудь над ванной над душем потому что она очень липкая потом весь пол грибки к нему прилипает все еще иногда пользуюсь таким вот спреем для объема это керен мёрфи наношу его на корни для дополнительного объема хотя в принципе не гоню все каким-то невероятным объемом корней не так достаточно у него очень приятный аромат он пахнет лавантой дайсен конечно можно купить хотя бы из расчета что он очень быстро справляется с сушкой волос прошло буквально пять минут и волосы на 70 процентов сухие я когда гоните в отелях или путешествиях сушу другими фенами я прям понимаю за что были отданы деньги так и последнее время я завиваю волосы на толстые насадки на вот эти вот раньше все время завивала только на тонкие и как-то недавно было быстро выйти из дома и я подкрутила на них и у меня укладка держалась долго я прям удивилась и она была такая хорошая объемная красивая поэтому теперь делаю так еще я заметил что мои волосы они завиваются только в одну сторону хорошо то есть вот в эту я начала завивать всю голову в одну сторону так держится лучше потому что раньше мне получается эта сторона там два дня держится спокойно а это к вечеру первого дня уже развивается так делать что накрутила первую часть я всегда оставляю эти пряди которые когда-то были челкой напоследок и не меняя насадку накручиваю вторую часть волос так почти все готово осталось только челка я дополнительно закалываю зажим таким покупала я его в профессиональном парикмахерском магазине там самый удобный продают я получается так аккуратно снимаю и сразу закалываю и даю остыть и даю остыть челки в таком положении так она намного лучше потом сохраняет свою форму вот здесь в общем-то больше ничего не надо можно потом в конце спрыснуть лаком но можно даже оставить так она через часа два будет выглядеть как такая салонная укладка на брашинг я пойду сделаю макияж потом приду к вам расплести челку так я немного припозднилась и возвращаюсь к вам уже через три или четыре часа но как раз можете посмотреть как выглядит укладка спустя время я нанесла совсем немного лака для волос принципе почти даже незаметно вот всем доброе утро снова я проснулась и заметила шелушение на своем лице поэтому решила что стоит вам рассказать что я снова решила ввести свою уходовую рутину ретинол кто помнит как это прошло в прошлый раз не надо сильно смеяться я заказал сенок ретинол но той же самой фирмы просто тот был 05 а этот 025 то есть в принципе вот эта дозировка с которой должна была начинать в прошлый раз но и этого не было я решила рискнуть нанесла я его два дня назад и не знаю видно вам и нет но вот тут вот тут немного есть шелушение но они конечно не такие сильные как были в прошлый раз я буду держать вас в курсе потому что если это закончится успехом это будет классно что ретинол конечно мне очень давно хотелось ввести на постоянной основе хочется уже довести свою кожу до какого-то такого состояния идеала чтобы можно было выходить на улицу без тональника 80 процентных случаях ну и чтоб прям на нее смотреть и она светилась никаких причин никаких черных точек в принципе сейчас меня в ней многое устраивает я бы хотела убрать покраснение в этой зоне сейчас как назло их нет некоторые пигментные пятна которые остались от подросткового возраста и вот здесь меня раздражают очень расширенные поры и черные тучки поэтому надеюсь что он не поможет если что это крем-сыворотка ритидерм от бренда гильтек я кстати вчера решила сразу записаться на лазер и на хайдрофэшел чтобы вам показать так там нет мест до марта я конечно надеюсь что я не найду для меня кошечка но по-моему не собирать это так и как я в общем буду бороться с сушением во время вот этого ретиноидного привыкания это конечно не ретиноидный дерматит такое тоже бывает это вот если совсем все кожу сжечь ретинолом там потом можно не отделаться от проблемы поэтому я в третий раз уже повторяю пожалуйста не начинайте использовать ретинол без назначения врача без пробы своей кожи этого в общем очень аккуратно могут быть крайне негативные последствия я недавно познакомилась с масками darling именно гидрогелевыми тканевый мне вообще не нравится и не знаю вокруг них большой ажиотаж но для меня они где-то очень толстые не какими-то такими буграми на моем лице встают мне не нравится а вот гидрогелевые просто бомба сначала у меня было отчет какая-то успокаивающая а это эффекта моментального восстановления я думаю что возможно с моими шелушениями это то что не надо поэтому я сейчас пойду ее сделаю и пойду готовить наконец-то я возвращаюсь к вам к сожалению посреди съемок этого ролика я сначала заболела потом я не могла записаться ни на какие процедуры мне пришлось переносить и в итоге ролик растянулся аж на месяц но все-таки я решила показать вам одну из своих любимых процедур это чистка на аппарате hydrofacial я думаю что многие из вас слышали об этом не не так давно появился этот аппарат у нас но изначально он был супер популярен в голливуде потому что она занимает буквально 30 минут времени не оставляет никаких покраснений и после нее идеально ложится макияж то есть такая процедура на выход я делаю ее в клинике sanctum в которой я делаю еще и лазер и кучу всего остального сейчас туда вместе с вами поедем и все вам покажу я укуталась погода стоит такая непонятная вроде как светит солнце по факту очень холодно и так как я еще до конца даже не выздоровела на мне вот 5 слоев одежды но я уже в кроссовках это у нас экспаляция увлажнение от шелушивания безболезная процедура абсолютно комфортная теперь у нас второй этап меняем назад и полугода второй этап это у нас экстракция но не такая глубокая экстракция как механическая ну вот в общем то и вся процедура заняла она буквально 25 минут у меня еще сейчас конечно синяки под глазами от того что я болела но после нее кожа все равно выглядит намного лучше обожаю эту клинику я хожу сюда наверное уже года четыре клиника два раза переезжала и я вот все еще с ними хожу сюда также на лазер обязательно в следующий раз возьму вас с собой здесь всегда как приятно вот всякие вкусняшки и сейчас меньше сделают кофе здесь также можно приобрести косметику спасибо какой красивый ну что вот так выглядит мое лицо на следующий день после hydrofacial мне кажется уже намного лучше кожа такая сияющая изнутри и на этом я предлагаю закончить это видео оно конечно получилось не такое насыщенное как я ожидала в связи с болезнью и с еще разными факторами но на то оно и первое надеюсь вам понравилось и если у вас есть какие то вопросы оставляйте их в комментариях